С высоты этого дома должно быть видно, как Барнаул постепенно становится большим и многоэтажным, а на правобережье Аби появляется город-сад. Демидов парк анонсировался как крупнейший градостроительный проект за последние десятилетия. С парками, школой, спортплощадками первый дом должен был сдаться в начале 2016-го, но не сдан до сих пор. В регионе снова вспомнили о проблеме дольщиков, вроде бы решенной два года назад. Стройка Демидов парка началась в 2014-м, за несколько месяцев до начала экономического кризиса. Именно эти внешние обстоятельства, считает застройщик, и помешали вовремя заселять комплекс и развивать его дальше. Продажи упали очень сильно, но есть все-таки оптимистичные моменты. На сегодняшний день мы видим, что рынок оживает. Мы видим сейчас, что и банки снижают ставки и по кредитам, и по ипотеке, поэтому перспективы хорошие. Выполнить обязательства перед дольщиками Демидов парка застройщик обещает к концу 2017-го. Что до дальнейшего, пока говорить сложно. Неясно, что будет с экономикой, а значит и со спросом на жилье. Его спад ощутили все девелоперы края. Наиболее красноречиво об этом говорит ситуация в Бийске. В 200-тысячном городе в месяц редко продается даже 10 квартир. В таких условиях куповать строителям остается только на госпрограммы, такие как переселение из ветхого жилья. Основной вопрос, который в сегодняшний момент, это отсутствие кредитных ресурсов. То есть строители опали в зону риска, где кредитоваться. Ну и, соответственно, спад производства основного по этому привлечению только на федеральные, краевые и муниципальные средства. Коммерческое на сегодняшний день очень сильно отстает. Предсказать спрос на жилье в течение года практически невозможно, объясняет риэлтор Марина Кулакова. Например, так с постепенным ростом к концу года выглядит динамика покупок квартир в нормальных экономических условиях. В последние же три года спрос крайне непредсказуем. Например, спад продаж в третьем квартале 2016 года в России аналитики объясняют выжиданием перед выборами в США. Вот и получается абсолютная невозможность строить долгосрочные бизнес-планы. 2014 был минимальный, 2015 был максимальный год по количеству зарегистрированных договоров. В 2016 договоров было заключено меньше. Каким будет спрос в 2017 году, наверное, стоит говорить о том, что он так и будет непредсказуемо то падать, то подниматься. Впрочем, не только низкий спрос стал катализатором кризиса в алтайской стройке. По мнению девелоперов, накопилась критическая масса ошибок, из-за которых замедлилась отрасль в целом. Те ошибки, которые появлялись и в управлении строительным комплексом, и в организации многих вещей, связанных с производством строительно-монтажных работ, проведением аукционов и так далее, и так далее, все это наложилось друг на друга. Дело уже дошло до того, что губернатор замолился и попросил помощи в том, чтобы строить бюджетные объекты. С крупными бюджетными объектами ситуация и впрямь непростая. Один из главных партнеров краевых властей в этом – стройгаз – впал в безвыходный кризис. За последние три месяца только в арбитражный суд в адрес компании подано около 50 исков. Сейчас застройщик буквально ушел в подполье. Городские телефоны недоступны, руководство на звонки не отвечает. Сторонние эксперты предполагают, что стройгаз могли погубить слишком тесные отношения с властями региона и нежелание распределить риски. Наверное, было взято столько объектов и подошли с такой оценкой, что недостаточно экономически обоснованно, что перегрузили организацию, которая захлебнулась в тех обязательств, на которые она себя взяла. Эксперты считают, что другого партнера краевых властей – компании «Селф» проблема госзаказа коснулась в меньшей степени, потому что в ее портфеле много и других объектов, в том числе коммерческих, которые дают финансовую подпитку. Но спасет строительную отрасль края, пожалуй, только рост экономики в целом, как подсказывает опыт застройщиков. На новые позиции, как минимум докризисные, строительство, возможно, выйдет к концу 2017-го. По крайней мере, эту отсечку оптимизма для себя наметили девелоперы. А пока же остается только наблюдать, как рынок обновляется под воздействием разных внешних факторов. Василий Морозов, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости.